Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В историях Прикамья размыло дороги, обрушились мосты, ночным ураганом обрывало линии электропередач. Новость утра пятницы. Повреждение уже федеральной трассы Пермь-Екатеринбург. Об общей оперативной обстановке в Прикамье поговорим с нашим гостем сразу после новостей компании от Рустама Багизова. Рустам, приветствую тебя. На этой неделе в федеральной ленте появлялось сразу несколько сообщений о проблемах у банков, столичных особенно. Насколько сильно новости затронули региональный банковский сектор? Привет. Четыре банка с Пермской пропиской чувствуют себя нормально, но федеральные учреждения, в том числе на территории Прикамья, все-таки оказались проблемными. Часть из отделения МЕШТОП и Наргобанка вовсе была закрыта. Есть отделения, которые работают только в консультационном режиме. В частности, подразделение в Перми открыто с 9 до 13 часов. Такой же режим введен в Москве, Новосибирске, Красноярске и ряде других городов. Клиенты могут обратиться для получения справок о состоянии счетов, также осуществить безналичные переводы и заплатить по кредитам. Минувший понедельник структура сообщила о затруднениях при расчетах, вызванных нехваткой ликвидности. В самом банке отмечают, что причинами ухудшения состояния стали негативная рыночная ситуация, в частности, в строительной сфере, а также отказ от исполнения своих обязательств крупными заемщиками. Еще ранее появилась информация об остановке расчетов и зазвоев в работе программного обеспечения. Причинами называются активное распространение негативной информации о финансовом состоянии банка, повлекшее резкий рост числа обращений клиентов с платежными требованиями. Поэтому возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать объем запросов. Это привело к сбоям и повлияло на скорость расчетов. Межтоп и Наргобанк по итогам первого квартала 2017 занял в рейтинге Интерфакса 93 место по размеру активов среди банков России. Ранее после сообщения Межтоп и Наргобанк подчеркивал, что является участником системы страхования вкладов и обеспечил страхование вкладов из лиц и индивидуальных предпринимателей в объеме определенным законодательством. Эту информацию РБК подтвердили и ВСВ. Компания ОДК «Пермские моторы» вложит более 23 миллиардов рублей в тех перевооружение производства авиационных двигателей семейства ПС-90А и наземных силовых установок на их базе. Инвестиции, рассчитанные до 2025-го, сообщаются в годовом отчете предприятия. В рамках этой программы планируется реализовать четыре инвестпроекта. В частности, порядка 10 миллиардов в планах направить на модернизацию производственной базы, приобретение и внедрение новейшего оборудования. Кроме того, будет создан компактный производственный комплекс. Проект подразумевает реконструкцию существующих мощностей по изготовлению корпусных деталей, а также строительство нового корпуса. Согласно планам, компания к 2026-му намерена принципиально изменить структуру производства и создать эффективную сквозную автоматизированную транспортную логистику. Дополнить парк оборудования высокотехнологичными обрабатывающими центрами в общей сложности на 100 единиц, в том числе и для производства лопаток турбин. Производственная программа пермских моторов предполагает ежегодное увеличение выпуска продукции. К 2025 году планируется собирать 100 новых авиадвигателей и 62 новых двигателя промышленного применения разных типов и модификаций. Около 10 миллионов евро могут составить инвестиции компании «Хенкель» в дальнейшее расширение производства пермского филиала. Новый инвестпроект по строительству дополнительной линии по производству жидких моющих средств планирует запустить в первую половину 2018 года. С вводом еще одной площадки доля этих продуктов, производимых в Перми, увеличится до 70% от всего объема производства моющих товаров немецкой компании в России. В общей сложности за последние три года «Хенкель» инвестировал в модернизацию, строительство и расширение производственных и логистических мощностей. В пермский филиал более 3 миллиардов 200 миллионов рублей. По словам руководства предприятий, инновации в производство внедряются на постоянной основе. Одной из последних новинок стала так называемая рукавная упаковка кондиционера для белья. В течение четырех лет «Метафракс» проведет техперевооружение производства пента-эритрита. Ну и, как сообщили РБК в самой компании, сумма вложений составит порядка миллиарда рублей. Концепцию техперевооружения утвердил Совет директоров в конце прошлого года. Проведение модернизации производства пройдет в три этапа. В первой вошло выделение дип-пента-эритрита. Сейчас разрабатывается рабочая документация и уже производится заказ оборудования. Все работы планируется завершить в течение первого полугодия 2018-го. Во второй этап программы вошла модернизация узла синтеза пента-эритрита. В третьей – переработка технических маточников. Для реализации этого этапа Совет директоров уже одобрил выделение средств на выполнение проектных работ. Сейчас доля «Метафракса» в поставках пента-эритрита на отечественный рынок составляет не менее 95%. При этом в конечном итоге компания намерена заметно нарастить выпуск товарного пента-эритрита. И формиата натрия отметил РБК гендиректор «Метафракса» Владимир Даут. Кроме того, будут снижены расходные нормы сырья и электроэнергии. А само техперевооружение будет проходить практически без остановки действующего производства. В 2017-м планируется продолжить работу по реализации проекта строительства комплекса «Мяккарбамидмеламид». «Мяккарбамидмеламид» должны подойти к концу работы по техперевооружению агрегата «Метанолос» с увеличением мощности до почти 3,5 тысяч тонн в сутки и снижением энергозатрат. Также пройдет строительство установки концентрированного формалина мощностью 90 тысяч тонн в год. До 2019-го будет реализована программа по обеспечению предприятия подвижным составом для перевозки метанола и формалина. Рустам, компания вкладывает в это все большие деньги. По тому же комплексу АКМ планируется 80% средств взять в кредит в банке. Удастся ли с такими затратами вообще выходить в плюс? Более того, Антон, в годовом отчете сама компания отмечает, что в этом году планирует увеличить чистую прибыль почти в два раза. К концу 2017-го года показатель преодолеет отметку в 5 миллиардов рублей. Прирост по выручке более скромный, но все же плюс 5% по итогам года. Рустам, благодарю тебя. Держи нас в курсе. Мы продолжаем. Говорить о суммах ущерба от природных катаклизмов, которые произошли в Прикамье на этой неделе, можно будет ориентировочно через 3-5 дней. Это цитата зампреда правительства Пермского края Антона Удальева. Она прозвучала на заседании штаба по ликвидации последствий урагана. О положении дел в Прикамье сегодня, что называется, из первых рук прямо сейчас. В Пермской студии РБК Андрей Ковтун, министр территориальной безопасности Пермского края. Приветствую вас и благодарю, что нашли время заглянуть к нам на огонек. Новость этого утра. Авария на трассе Пермь-Екатеринбург. Свежие данные, надеемся, получить. Давайте будем говорить, что это не авария. Это, опять же, последствия тех событий, которые начались у нас в начале месяца, то есть 2-го числа. Значительно циклон, тот, который не был, приятные метеословия были, он сместился именно, как раз смещается на юг Пермского края. И вот сегодня, да, утром действительно был обнаружен определенный провал. Он, видимо, складывался не сразу, а постепенно, значит, и была перекрыта, соответственно, федеральная трасса Пермь-Екатеринбург. Практически оперативная служба сработает сразу. Органы ГБДД перекрыли трассу и незамедлительно пустили ее на ту старую дорогу, которую мы с вами когда-то пользовались. Есть такая была и есть одна такая возможность. Соответственно, оперативная группа главного управления МЧС выехала туда, выделилась. На данный момент работа вся организованная, и практически заторов там нет. Конечно, будут какие-то переживания и сложности, а сегодня пятница. И, соответственно, выходные дни это уже для людей, для местных жителей. Но на данный момент там организована вся работа, и весь транзитный транспорт, так и, соответственно, и транспорт местных жителей направлены по обездной дороге. И практически всем там обеспечено. Почему произошло? Потому что Пермский район частично и дополнительно пострадал к тем событиям, которые были у нас, и которые сейчас учредятся в определенных районах. Это три основных района наших, где еще со второго числа были проблемы. И вот в Пермском районе сегодня, на данный момент, подтоплено 6 домов и 11 придомовых территорий. Но угрозы населению нет. Все вопросы по обеспечению жизнедеятельности там решены. Подготовлены пункты временного размещения. Но люди не выезжают, так как практически прямой угрозы нет. Это есть только подтопление. Режим чрезвычайной ситуации на пятницу в каких территориях края объявлен? И как в других территориях обстановка? На вчерашний день в двух наших муниципальных образованиях, это Юсинский район Комиокруга и Ильинский район края, вчера на заседаниях комиссии по чрезвычайной ситуации муниципального уровня, было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в обоих этих районах. Но это не связано с нарушением жизнедеятельности людей. И не связано это с какой-то опасностью для людей. Практически все вопросы решены. А связано это с тем, что для ситуации есть определенные нормы и каноны, где в данном случае выпадение одновременно осадков до одного часа было больше 60 мм. И поэтому было такое решение принято, потому что влажность пущена до такой степени, что дальше события могут развиваться. И поэтому эти данные муниципальные образования ввели соответствующие эти режимы. А все технические службы, все органы власти муниципального уровня, и в том числе и краевого, переведены в режим повышенной готовности. Что это означает? С чем это связано? Это связано с тем, чтобы незамедлительно, как и было по поручению главы региона Максима Геннадьевича Решетникова, сразу же на заседание правительства были даны конкретные поручения, как главам муниципальных образований, так и правительству в целом, и отраслевым министрам взять эту ситуацию незамедлительно под контроль. С чем это опять связано? Связано с тем, что первое, надо задачу выполнить, это обеспечить жизнедеятельность населения, которые проживают, которые попали в эту сложную ситуацию. А второе, это, конечно, навести порядок, соответственно, отремонтировать эти участки. Ну, Андрей Викторович, к вопросу о ремонте и о суммах ущерба. Ну, ладно, там ситуация с трассой Перим-Катеринбург, наверное, еще только суммы необходимые на восстановление еще будут озвучены, да? Ну, а потому что уже случилось, ведь разрушены дороги, мосты, на все требуются деньги, средства? Ну, по дороге точно не могу вам точно сказать. Там работает подрядчик очень серьезный, да, югринская фирма, имеется в виду, хантамансийская. Смысл имеет сейчас начинать ремонт? Вот, ремонт временно они будут делать, то есть практически, но будет по технологии выполнять тот объем работы, который необходим, потому что, о чем я уже говорил, напитанность грунтов такова, что сейчас качественно взять и полностью отремонтировать данный участок, это просто невозможно. Либо это деньги зарыть, зарыть их в землю, опять же, да. То есть мы пока ситуацию эту откладываем, ждем, когда останется ситуация погода. Да, она по временной схеме будет восстановлено, движение по временной схеме, а, соответственно, как и главой региона была дана команда, до 20-го числа. Но если это необходимость, и если это возможность такая будет, это будет задача выполнена. Практически мы все дорожные переходы, мосты, сливные трубы должны восстановить до 20-го числа, если позволят, соответственно, метеоусловия. Как вы видите, на данном момент метеоусловия нам не дают такое расслабление, и, соответственно, отток влаги. Есть еще участки, которые еще сейчас под водой. Поэтому какой смысл сейчас их ремонтировать именно в том объеме, который необходим для качества. Еще раз, сумма ущерба по объектам, которые пришли в негодность ранее. Значит, начиная с 2-го числа, как я говорил уже, то уже необходимы все комиссии, которые на местах работают, они работают. Мы объезжаем сейчас все территории. Вчера я работал в Юсинском районе, и там эта комиссия практически уже обследовала все эти объекты. Ориентировочную сумму, там можно смело сказать, это в районе 8 миллионов будет. Если дополнительно... Это только по одному району 8 миллионов? Это только по одному миллиону, да. Это у нас самый сложный район. Ну, там 4 моста, понимаете, сколько участков дорог, поэтому там объемы серьезные. Но они не катастрофические. Вот вчера при нас прямо там произвелся ремонт одного из участков, в котором не надо, там асфальтопокрытие, это дорога такая она, межпоселенная. Работы ведутся. Так как они ввели режим чревечайной ситуации, то это ведется непосредственным устранением этих вот катаклизмов, как вы говорите, но... Последствия. Последствия, да. Ведется из резервного фонда муниципального образования. То есть практические делинги выделены, они это работают. Ну, понятно, что... Ну, 8 миллионов для населенного пункта, там, пускай даже райцентра. Даны команды все, даны поручения, в том числе оказать всю посильную помощь. В краевом бюджете есть деньги, чтобы... Да, это деньги, заложенные в резервном фонде, соответственно. Они сейчас просчитываются, комиссия работает, а не так. Просто, что деньги выбрасываются на ветер, это все просчитывается. Но работы ведутся постоянно. Вот сейчас работы ведутся в Ильинском районе, в Южнорском районе. Но они по временной схеме, опять же. То есть набиваются грунты, те, которые необходимы. То, о чем вы говорили. Ну, они по временной схеме, а в итоге потом, когда технологии позволят уже сделать постоянное, значит, и асфальтовое покрытие и так далее, они будут выполнены, соответственно. Услышал вас. Что касаемо энергосистемы региона, Последствия ураганного ветра ликвидированы? Да, вчера утром у нас по всему, практически, краю прошли местами грозовые фронты, что повлияло и, соответственно, с большим выделением осадков. И по рульсу метров до 17-20 метров в секунду. И в 10 муниципальных образованиях у нас прошли нарушения электроснабжения. Попали у нас туда порядка более полутора тысяч домов, домовладений, как частных, так и квартирных домов. И отключено было, туда же попало порядка 36 объектов социальной сферы. Значит, на этих территориях где-то проживает 16 тысяч населения. Но надо отметить, что все службы, в том числе энергетические, это МРСК, Перимэнерго, да, они наращивали, я уже об этом говорил, наращивали свои бригады ремонтные, прямо буквально поминутно. И были доведены более полсотни таких бригад, сотни людей, техники, вводили поэтапно и подключали объекты все. С чем было связано, что в 2 часа ночи практически все муниципальные образования, все объекты были подключены. Но подключали и раньше, но ситуация такая была, и влага была такой состоящий, что подключают и отключаются снова. То по погодным условиям не могли оперативно ликвидировать. Да, совершенно правильно. А энергобезопасность региона, просто в памяти свежая история с нашим таким региональным блэкаутом, не так давно случилось. Ваша оценка? Ну, оценка, как руководителя министерства, который отвечает за безопасность, за организацию, за координацию, то службы сработали практически очень серьезно. Там были во все, даже оперативный штаб, который работает на базе главного управления, такой же штаб создан был и в МРСК «Перменерго», практически. И в этот штаб, межведовственные рабочие, так сказать, штабы, входила рабочая группа и из других министерств и ведомств. И поэтому взаимодействие было налажено. Надо сказать, что в других, по опыту смотря, в других регионах, при таких, как вы говорите, катаклизмах, или таких происшествиях, то налаживание ситуации по обеспечению электроногии сутками. А мы даже не вводили режим чрезвычайной ситуации, потому что по экономам, по нормам, если менее 1 суток, то чрезвычайная ситуация не вводится, она необходима, ее в ней нет. Поэтому службы сработали, и мы оценим, сработали на хорошую оценку. Прогноз синоптиков на ближайшую перспективу и ваша оценка ситуации с вершины вашего личного опыта? Вы знаете, что даже синоптики сами точные прогнозы не дают. Но по оценке, есть и в Национальной инструкции МЧС России, и непосредственно аналитики в Росгенемете и так далее, сходится к тому, что по нашему региону, это вот пик сейчас 6-7 число, да, вот мы наблюдаем, уже начиная с субботы, завтрашнего дня, значит, осадки будут уменьшаться. Осадки будут уменьшаться. Нет такого прогноза, что они вообще прекратятся, но объем их, масштабность и территориальность будет уменьшаться. По-прежнему в состоянии повышенной готовности пребывает? Да, все службы повышенной готовности, и два района у нас в режиме чрезвычайной ситуации. Ну, то есть люди без выходных, отозванные из отпусков, что еще, какие меры? Наращенные силы и средства, соответственно, как оперативные службы, таких как МВД, органы внутренних дел по обеспечению общественной безопасности, это МЧС, соответственно, да, и те же ремонтные службы, коммунальные службы, они-то вот у нас уже неделю практически... Ну, кстати, о коммунальных службах. История в часовом, с отключением повреждения на водоводе, 35 тысяч жителей остались без воды. Да, произошло тоже в кратчайшие сроки, и практически... То есть пока справляетесь? Да, да. Ну, будем надеяться, что сил и средств хватит. Андрей Ковтун в рамках итоговой программы, министр территориальной безопасности Пермского края. Спасибо большое, что заглянули. Держите нас в курсе, если что-то в руках. Мы не только в курсе вас будем держать, и спасибо вам за то, что вы с помощью вас мы доводим до этого, но надо сказать, что практически в режиме, постоянном режиме, вы проектируете, докладываю главе региона Максима Геннадьевича, решетнику и утром, и вечером, и по необходимости. Ну, даются дополнительные указания, и практически все под контролем. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю. Мы с вашего позволения продолжаем. Обзор рынка сейчас в нашем эфире. Его подготовил Дмитрий Болтачев, генеральный директор инвестиционной компании «Витус». Дмитрий, приветствую. С чем связываете позитивную динамику по российскому рынку? Добрый день, Антон. Действительно, в отличие от нашей стабильно дождливой погоды, российский рынок показывает, что он способен иногда показывать и положительную динамику. Но обо всем по порядку. Вновь главные события уходящей недели происходили на рынке нефти. Напомним, что на прошлой неделе факторами позитивной динамики цен на нефть были сокращение добычи нефти в США и ослабление доллара на мировой арене. В начале уходящей недели поддержку нефтяным котировкам оказали данные о снижении числа буровых установок в США. По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США снизилось во второй раз с начала текущего года. В результате, к середине уходящей недели цены на нефть марки Brent смогли восстановиться до уровня 50 долларов за баррель. Однако, восстановление цен на нефть в первой половине недели не смогло оказать поддержку российскому рублю. Курс рубля оставался выше 59 рублей за доллар. Мы предполагаем, что против рубля, помимо цен на нефть, могли сыграть следующие факторы. Во-первых, это замедление активности экспортеров по продаже валютной выручки в начале календарного месяца. Во-вторых, это выход ежедельного отчета комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Данный отчет свидетельствовал о том, что впервые за последние 17 месяцев крупные зарубежные спекулянты открыли позиции против рубля. На уходящей неделе российский рынок продемонстрировал позитивную динамику. Это позволило индексу МВБ подняться выше 1900 пунктов, то есть восстановиться к уровням конца мая текущего года. При этом акции Сбербанка и Газпрома, рекомендованные нами на прошлой неделе, продемонстрировали динамику лучшей индекса МВБ, прибавив более 3%. Акции Алроса, Сбербанка, Норникеля, Лукойла и Газпрома, которые мы рекомендовали с середины июня, оправдали наши ожидания. Теперь мы советуем инвесторам постепенно выходить из этих акций, поскольку потенциал их роста ограничен. Отдельно отметим акции Лукойла. Их имеет смысл продавать после закрытия дивидендного ГЭПа. В данный момент проходит саммит в Гамбурге, на котором должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Итоги этой встречи могут оказать существенное влияние на динамику российского рынка на следующей неделе. На этом пока все. Желаем вам успешных инвестиций. Дмитрий, благодарю вас. Держите нас в курсе. Спасибо за обзор. Дмитрий Болтачев с обзором рынков, генеральный директор инвестиционной компании «Витус». Таковы итоги уходящей недели. Оставайтесь на РБК. Увидимся уже в понедельник. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова